У нас в студии уже есть гости. Друзья, у нас же сегодня день логопеда. Мы позвали специально специалиста на эту тему. Оксана Исакова, логопед. Доброе утро. Доброе утро. Ну, чтобы не было дефектов фикции, мы не путали улицу кой-кого с кой-кого, то есть нужно озаботиться в раннем возрасте этой проблемы, если у ребенка такая может быть. В каком возрасте нужно отводить ребенка к логопеду? Расскажите сначала. Я бы в первую очередь обратила бы, сразу же хотела поздравить с Днем логопеда всех коллег. Логопедов, а также, как ни странно, психологов, потому что есть задачи, которые логопеды еще не решат, есть доречевые, есть послеречевые задачи, которые в тандеме с психологом это все можно решить. Соответственно, нас сегодня поздравляют как логопедов, так и психологов. Желаю всем, чтобы приходили родители, и самое главное, чтобы приходят родители к специалисту и слушали рекомендации специалиста, и выполняли рекомендации дома. Буквально на днях ко мне, я разговаривала с одним из родителем, он говорит о том, что как здорово, я только сейчас поняла, что нужно работать с ребенком дома не только на занятиях. Потому что бывает, приходят родители на занятия, отвели и думают, что там уже ребенок все справится. Нет, нужно заниматься дома. А самое главное, есть задачи речевые, есть доречевые. Когда ребенка приводят к логопеду, чаще всего это в 3-4 года, говорят, вот, но мой ребенок не говорит. Очень нравится тенденция, то, что он начинает обращать внимание на речь и раньше, там, полтора-два года. Мы работаем с детьми от полутора лет, и очень хорошо, что родители уже стали обращать внимание в этом возрасте. Сейчас очень много детей... А нормой является до полтора года, да, получается? В полтора года уже видны такие нюансы, именно речевые, которые уже... есть ли у ребенка сложность или нет. Очень часто родители приходят именно в вопрос к речи, хотя у ребенка есть еще и другие задачи. Например, для того, чтобы ребенок заговорить, это вершина айсберга, которая видна над гладью воды. А под гладью воды основное это элементарное понимание. Даже ребеночек в полгода, когда мы ходим по квартире, это часики, это там стол, стул, папа, мама. Ребенок уже смотрит, где это находится. В 8-10 месяцев ребенка уже есть пространственное ориентирование, и он уже обращает внимание, где есть котик, где есть стол, где есть чайник. Ну, то есть те предметы, которые находятся на определенных местах. То есть сначала идет понимание, а не просто речь, потому что когда приходят дети и просто говорят, как запись, это не речь. Речь, это вот мы с вами в диалоге. Я говорю... То есть это мыслительный процесс какой-то? Да. Я говорю, вы в ответ. Я говорю, вы в ответ. Но я говорю в ответ именно в эту же тему. То есть я не говорю что-то другое. Вы, например, меня спрашиваете про логопедию, но я вам не рассказываю про поезда. Мы говорим в одной теме. Соответственно, для начала нужно, чтобы ребенок понимал, что он говорит. Важно понимание речи, важно имитация, важно, чтобы ребенок мог повторить движение. Если же ребенок может похлопать, ручки вверх, полтора года, мы не говорим про мелкую моторику, ребенку, возможно, это будет еще сложновато, но указательный жест уже должен быть. Но если же ребеночек старается танцевать, старается подражать, старается делать какие-то движения, то это уже влияет на речь. Ребенок в полтора года должен говорить 20 слов, хотя бы по одному слову, должен повторять движение, должен понимать элементарные бытовые предметы. Ложка, вилка, где твоя одежда. То есть элементарное бытовое понимание речи. Вот тогда мы можем говорить о том, что у ребенка только проблемы с речью. Когда родители допускают основные ошибки в развитии ребенка, такие есть? Очень много родителей. Есть две крайности. Первая, он сам выговорится. И вторая крайность, гипертревожность, когда начинает читать, считать, в два года у меня знают буквы. Спешить не надо, ребенок должен наиграться. Соответственно, ребенок будет уже читать, читать, ну, 5-6 лет, ну, раньше совершенно не нужно. Соответственно, ребенок должен в два года знать, в два года он должен говорить слова, хотя бы 20-50 слов, ну, это, возможно, даже лепетные слова. Я сейчас говорю по последним нормативам, потому что последние нормативы сместились в сторону, мы стали не такие, как бы сказать, а просто в советское время были нормативы выше. В два года ребенок должен был говорить из двух слов, то есть дай пить, идем гуять. Сейчас дети развиваются быстрее, да? Нет, сейчас дети, наоборот, речевое развитие стало, наоборот, отставать. И считается нормой, наоборот, то, что раньше считалось патологией, потому что у детей со сложностями стало, чем дальше, тем больше, больше. Соответственно, нормой считается уже то, что раньше считалось патологией. А есть разница в развитии девочек и мальчиков? Я бы сказала, что развития особой разницы нет. Потому что, знаете, когда приходят 4-5 лет и говорят, он мальчик, он не говорит. Это не влияет коренным способом. Да, возможно, мальчики чуть-чуть позже. Но это не означает чуть-чуть позже, это месяц, два, полгода, но не в 5 лет разница. И ребенок в 5 лет должен уже говорить так, как мы с вами, со всеми звуками, со всеми прилагателями, со всеми предлогами. То есть обычная речь взрослого человека. Ну, единственное, что-то он может не знать, он задает вопрос, время почемучек. Но при этом ребенок все говорит. Допускается РЛ, но это уже просто к логопеду. Если у ребенка другие сложности, и он больше не говорит, и там вообще слова путает, или говорит только по одному слогу, то это даже не классический логопед. Это логопеды, которые работают с более тяжелыми детками. И это уже стоит обратить внимание на такую, на медицинскую сторону. Возможно, там не только логопедия. Кстати, перед тем, как идти к логопеду, я бы очень рекомендовала обратиться к таким специалистам, как офтальмолог. Это зрение. Он не просто смотрит, видит, не видит ребенок. Мы говорим, да, видит. Вот он поднимает там соринку, ручку берет. Значит, он видит. Мы не только про это говорим. Через глаза мы можем видеть внутричерепное давление, которое мешает также развитию нашего головного мозга. Все взаимосвязано получается. Конечно, это все цельный организм. Офтальмолог, сурдолог. Слышит, не слышит. Не только слышит, не слышит мультик соседней комнаты, а вообще качество того, как он слышит. Невролог. И дальше, возможно, потребуются такие врачи, как психиатр. Мы их не боимся. Мы лучше придем, и эти врачи нам помогут развить нашего ребенка, чем мы, как страусы, будем прятать голову. И правильно, друзья, давайте не будем прятать голову в песок или куда бы там ни было. Самое главное, друзья, наблюдайте за своими детьми, чтобы вовремя отвезти к логопеду, к другим специалистам, чтобы потом не было мучительно больно, как говорится. Но наш эфир продолжается. Мы еще увидимся с вами.